Всем привет! Сегодня у нас нестандартный выпуск, потому что ситуация в мире тоже не совсем обычная. Повсюду бушует вирус, ни для кого это не новость, и люди массово уходят на карантин. В этом выпуске я расскажу, что делать, если вы учители, вынуждены перенести занятия в онлайн, хотя раньше этого никогда не делали. Как действовать, если вы не преподавали раньше, но хотите начать вести занятия через интернет прямо сейчас, ибо чем еще заниматься на карантине? С вами Анна Шенцева и Sky Teach, канал для учителей. Не переключайтесь! Итак, советы для тех, кто решил оставаться на связи и продолжать зарабатывать, не выходя из дома. Самое главное, не паникуйте! Соблюдайте рекомендуемые меры предосторожности, работают творческие проекты, по максимуму переводите в онлайн. Умеете делать что-то, чем готовы поделиться с миром? Сейчас самое время. Создайте онлайн-курс, посвященный любимому хобби или профессиональному делу. Ведите частные уроки через интернет. Если вы раньше работали в обычной школе или на курсах, переводите занятия в онлайн. И зовите своих учеников, им тоже скучно сидеть дома. Для видеозвонка можно использовать Skype, Viber, WhatsApp и другие мессенджеры. Эффект будет почти как в классе. Вы сможете поделиться экраном, прислать материалы урока в реальном времени или наоборот заранее, чтобы ученик успел их скачать. Но как быть с доской? Ведь в классе она очень помогает в работе. Существует много инструментов, которые так и называются онлайн-доски. Например, Webroom, NoLunch, Stoodle и другие. Даже если раньше вы никогда не вели уроки онлайн, вы освоите эти инструменты очень быстро. Все они сделаны интуитивно понятными. И уже через пару занятий вы поймете, как удобно в перерывах между уроками гладить кота, пить вкусный чай и сидеть в любимом кресле. Если вам нужно заниматься с группой учеников, на время карантина можно создать общий чат в любой удобной соцсети или мессенджеры. Там можно не только выкладывать задания, но и разбирать их, устраивать мозговые штурмы, обсуждать последние новости, общаться и поддерживать друг друга смешными мемасиками. Для групповых звонков идеально подходит платформа Zoom или всем привычный скайп, в который тоже можно пригласить несколько участников беседы сразу. На этом канале мы не раз рассказывали о том, как провести успешный онлайн-урок. Ссылки на выпуски по теме мы оставим под этим видео, а сейчас повторим базовые правила. Первое. Помните, что в кадре видно не только вас, но и то, что за вами. Идеально, если получится сесть на фоне однотонной стены. Если невозможно, проследите, чтобы в интерьере за вами был порядок. Это на самом деле влияет на впечатление от урока. Второе. Для занятия онлайн решающее значение имеет качество звука. Например, в скайпе есть функция тестового звонка, чтобы это проверить. Обязательно обратите внимание на освещение в кадре. Если вы сядете прямо напротив окна, то ваше лицо, скорее всего, будет пересвечено. А если спиной к нему, то есть риск, что ваш ученик увидит черный блин вместо вашего лица. Выберите средний вариант, мягкое освещение. И не стесняйтесь спросить учеников в начале занятия, хорошо ли им вас видно и слышно. Это вполне уместно. Третье. На уроках онлайн очень важно планирование, потому что отдачу от учеников вы получаете не так ощутимо. Не забывайте о разминке в начале и рефлексии в конце. Заранее продумайте, на чем сделать акцент и как распределить время. Четвертое. Держите все под рукой. Урок онлайн дает отличную возможность использовать заготовки. Например, держать под рукой тот же план урока, примеры к упражнению, список домашек и так далее. Ну и пятое. Поддерживайте своих учеников. Для тех, кого вы учите, это тоже может быть первый опыт занятия онлайн. Шутите с ними, удостоверьтесь, что им комфортно. Делитесь друг с другом впечатлениями. Вы теперь в одной лодке, и это объединяет. И напоследок. В любой ситуации можно и нужно находить положительные моменты. Если вы вот уже несколько месяцев или лет мечтали прочитать какую-нибудь книжку, посмотреть фильм или пройти онлайн-курс, кажется, время пришло. Равно как и время для того, чтобы попробовать себя в роли суперсовременного онлайн-преподавателя. И да, преподавание – отличная школа жизни и развитие soft skills. Берегите себя, не рискуйте здоровьем, ну и не скупитесь на лайки под видео. Нам они точно повышают настроение. И, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Sky Teach. С вами была Анна Шенцева. До скорой встречи. У нас юмор тут есть вообще? Ну, может быть? Или это типа суперсерьезная тема? Ву-ву-ву-ву. Вудл. Я хочу сказать Вудл. Ух, спокойно. Я уже дергаюсь нервно, когда.